Азербайджанец Мамед Агаев гордится своей исторической родиной, любит город Баку и с невероятной теплотой рассказывает о достижениях Азербайджана за последние несколько лет. Баку я не был. Мы были пятилетиями театра «Юнц» в Баку. Март месяц прошлый год. Я вот в мае месяце в Баку не узнал город. День за днем красивее. В таком темпе, дай Бог, всем здоровья, Баку красивый город и можно гордиться всем. Всех приглашаю с удовольствием. Город счастья. Он читает журнал «Баку». Каждый год болеет за Азербайджан на песенном конкурсе Евровидения и признается, что с радостью бы стал членом Азербайджанской молодежной организации России. Я его очень люблю как человека, потому что он мне, а, близок своим отношением к жизни, тем, что он невероятно человек ироничный, веселый, с потрясающим чувством юмора. Это такая редкость для директоров и руководителей. Обычно они все такие, так сказать, замороченные, погруженные в себя. Это не умаляет его деловых качеств ни в коей мере. Но он действительно, как, я не знаю, как директор именно театра сатиры, потому что в театре сатиры невозможно существовать человеку с отсутствием чувства юмора. И мне он невероятно этим импонирует. Есть у Мамеда Гусейновича и одна страсть – дизайнерские часы. В его коллекции уже более 50 экземпляров. В детстве я любил играть в футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. В старости лет, когда уже вырос, начал собирать часы. У меня есть и дорогие часы, и есть очень дешевые часы. Ну, их почти 56 штук. Я покупаю часы не в самые дорогие фирмы, чтобы были, нет. Я покупаю часы под дизайн. И каждый день одеваю разные часы. Не бывает, что два дня подряд. Это для меня хобби. В его доме полно картин и предметов антиквариата. Вы знаете, вот что вы видите в этой квартире? Все картины – подарки. Вот я горжусь, у меня есть и автор еврей, автор англичанин, автор француз и азербайджанские авторы. Парил Заде, Абдуллаев. Это все подарки, и я горжусь, что у меня есть такая, как сказать, коллекция. Серьезный, строгий, требовательный как себе, так и другим на работе, он превращается в доброго, нежного и ласкового дома. Примерный семьянин, заботливый муж, любящий отец. Таким знают Мамеда Гусейновича его родные. Мой папа настоящий трудоголик. Он целыми днями на работе, и на очень тяжелой работе. Я вот, как мне рассказывали, иногда сама вижу, что для такой работы нужен очень сильный характер. Так как он постоянно контактирует со множеством людей, и у всех разные личности, натуры, и каждому нужно найти свой подход. Это и вправду требует уважения, честно говоря. Во-первых, о его личных качествах. Это человек очень ответственный, совершенно. Причем это качество, вот эта вот ответственность, она проявляется, что на работе. Он очень ответственный на работе. Потом с друзьями, вот хорошая дружба такая, крепкая. Это вот очень хороший, верный друг. Но вот это распространяется и на семью. У меня очень муж ответственный за семью до, наверное, до крайней степени какой-то. Человек, который, ты знаешь, что он никогда, ни при каких ситуациях не оставит там с проблемой какой-то. То есть решит все. Супруга Севда, врач по профессии. Старшая дочь Диля, закончила МГИМО. Средняя Лала, собирается пойти по маминым стопам и стать врачом. Самый младший в семье сын Айдын. Гордость папы. Он очень хороший друг. Он заботливый. Всегда может помочь, если помощь, конечно, нужна. Всегда может тебя развлечь, если тебе скучно. Ну, потом, это как отец. Как директор театра. Я вижу его хорошим работником. Ну, на работе я его вижу редко. Поэтому не могу много об этом сказать. Но как отец он очень добрый. Все делает как надо, по-моему. Когда мы спросили у Мамеда Гусейновича, чем, по его мнению, должен гордиться каждый азербайджанец, вне зависимости от того, где он живет, он ответил – хорошими поступками. Каждый азербайджан, вообще каждый человек должен отличаться своим хорошими делами. Я считаю, что любой человек не имеет значения, азербайджанец или русский, или еврей. Каждый должен, каждый человек. Вот я что сделал? Хорошего. Вот каждый день я после работы прихожу домой. Сижу и думаю, что я сегодня сделал хорошего. В этом году Мамед Агаев справил свой 60-летний юбилей. Рядом были только самые близкие и родные. Казалось, даже день рождения, и тот превратился в спектакль. Ну, а куда без этого? Ведь в жизни этого человека и есть театр. И каждый день в ней – очередное представление. Я горжусь, что я азербайджанец. Я гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я азербайджанец. Эти слова, произнесенные некогда общенациональным лидером Азербайджана Ейдаром Алиевым, на протяжении вот уже многих лет являются девизом для каждого азербайджанца, в котором живет любовь к его исторической родине, ее богатой культуре и истории. Хотя, по большому счету, разве придет кому-нибудь в голову спросить, какой ты национальности, когда ты своим творчеством изо дня в день даришь улыбки сотням людей разных возрастов и национальностей? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok